И теперь еще один спецназовец, Максим Шербина, уже известный нам такими потрясающими ударами. Его соперник, Вагабу Осман из клуба Скорпион. Видим, опять куртку не могут найти, дефицит, мы санбетки, дорогие друзья, куртки вообще дефицит. Друг у друга перехватывают, ждут пока переоденутся, это нехорошо. К следующему разу, наверное, куртки будут в достатусном количестве. Уже один балл получил Максим Шербин. Уже один балл получил Максим Шербин. Осман, видимо, тайский борец, смотрите, тот же, такой же прием он сделал против своего соперника Иваницкого, Вячеслава, но Осман вовремя отошел от него. Видимо, тайский борец, смотрите, стойка. Они привыкли гасить удары коленом, ногой этой тайцы, и поэтому у них выработалась такая специфичная стойка. У Вагаба Осман, он с синей санбетки. И красной санбетки Максим Шербина. Вот, четыре балла. Вот, дорогие друзья, вот этот бросок, и пошел на болевой. А это сразу опасная ситуация. Очень сильный соперник попался в Агабу Осману. Вау, и в такой ситуации он поднялся. А, вот, нарушение. Это уже нарушение. Лежа нельзя бить. Надо, чтобы соперник был на четверинках, тогда только можно бить коленями. Есть нарушение или нет? Судья позывает. Да, нарушение. Удар коленом и два балла. Четыре есть, уже шесть, но становится в пользу Максима Шербины. Пропустил один удар Осману, но сам наносит. Пока что не достигает, ничего он не сделал еще. Сейчас дошел. Два удара. О, ну, тот сильно защищается, очень сильно. Вот технично защищается Максим Шербина. Вау, вот такой удар давай. Вот такие давай, Агабов. Два балла, восемь-нол. Восемь-нол. Вау, укусил что ли? Че орет он? Судья смотрит. Судья остановил. Осман, че делает? Вау, ну, это недисциплинированно. Это куда годится, ну, что там, вот даже ребята сильно осудили его. Ты что, говорит, делаешь? Сейчас могут... Алексей Алексеевич малый вышел оттуда. Все ребята, ну, такое недопустимо, дорогие друзья. Это не только по отношению к спортсменам, но еще по отношению к гостям. Не понял, действительно укус был. Че-то заорал Максим Шербин. Давайте этот момент еще раз повторим. Внимательно посмотреть, был действительно укус или нет. Мы постараемся, хоть что-то поближе показать. Появился ли в Дагестане второй Тайсон. Ну-ка, внимательно следим. Вроде сейчас, вот сейчас близко контакт. Ну, головы направлены в сторону. Удерживают друг друга. Ну-ка, ну-ка. Лицом вроде повернут. Да, он смотрит на суду и кричит, Шербина, кричит. Ухо держит и кричит. Непонятно, что здесь произошло. Точно, стопроцентно увереннее быть, укусил или нет. Но по реакции Шербини можно сказать, что там болевой, что-то с ним сделали. Дорогие друзья, 4 минуты оттуда, вот во время этого фрагмента. Ну, вот смотрите, вот это как понятно. Это уголовное дело. Дорогие друзья, есть специальная статья. При нанесении увечья и тяжких повреждений, в нарушении правил, спортсмены могут уголовным порядком осудить. На 7 лет. Это очень опасно, дорогие друзья. Это нельзя. Надо контролировать свою психику. Психически, психически, ну что это такое? Ну, снимается, снимается, конечно, но факт, остается фактом, что произошло тяжелейшая трагедия, что удар после этого был нанесен. Это же не драка. Спортсмен вышел против спортсмена. Здесь есть спортивные правила. Если бы это драка была, это уже было бы прикладное самбо. Прикладное самбо пока что для зрителей не показывается. Дорогие друзья, один спортсмен, конечно, не может испортить саму картину такого прекрасного чемпионата, но нас интересует, как им образом осману с той стороны удалось освободиться от болевого захвата. С той стороны камеры не видно было, и вот показываем все той стороны. Как он выворачивался, а? Вот здесь смотрите. Практически в такой ситуации ни один спортсмен не вывернулся из болевого захвата, а здесь вот нарушение. Вот после этого нарушения судья разнимает. И обратите внимание. Шевринов получил. Обратите внимание, сам Максим тоже очень демонстративно, демонстративно. Такой удар, обычно, если нанесли бы без нарушения правил, он ничего не заметил. Но сейчас он как-то чересчур публично это демонстрирует. С стороны. Вот момент, когда подозрительный укус уха был. Ну, кровь была и порез был на ухе, дорогие друзья. Просто так, сейчас червей не стали. Ну, спецназовец, ну что такое? Браг Гроз, я прошу хотя подойти. Обратите внимание, какую ошибку делает судья. Не отправив соперника на другой угол ковра, он возится с одним. И вот здесь ошибка самого судьи. Это нам Сергею предупредить, что так он не должен поступить. Спортсвейн находится в силу борьбы. И в этот момент не отпускать его из виду. Смотрите, его друзья осуждают. Президент подошел. Как, говорит, я мог укусить, когда у меня во рту была каппа. Вот в Агабо, он говорит. За грубейшие нарушения его что-то снимают. Там что-то говорит. Но факты... А, некоторые даже радуются, дорогие друзья. Обратите внимание, смеют. Вот возмущенный тоже есть. Конечно, сразу осуждают, ребят. Очень сильно его осуждают. Но тем не менее, факт есть факт. Дорогие друзья, я внимательно смотрю, вот смотрите на ухо и посмотрю на него. После оказания короткой медицинской помощи, вот ухо зашили ему. Отверли в первую городскую больницу, а шили несколько шоу поставили. Но тем не менее, после этого он встанет. Ничего серьезного с ним не случилось. И он выступит в финальном бою против Абдухалима Руслана. Так что успокойтесь, ничего такого не произошло. Вот сами зрители...